МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В истории попал в премьер-лигу. Эмоции болельщиков и обещания властей. Оснований отличать отопление нет, но, может быть, жители этого попросят. Городские власти запустили опрос, а вы не против, если отопительный сезон завершат раньше? Никакого лета в июне синоптики не ждут жары. Что делать дачникам, когда начнется купальный сезон? И какую погоду ожидать на этой неделе? ЧП на борту самолета Камрань-Красноярску авиасудно отказал двигатель. И такое у компании Азур-Эйр происходит в последнее время слишком часто. И мы начинаем историческая победа. Енисей впервые в своей истории пробился в элиту российского футбола. Наш клуб по итогам двух стыковых матчей с Махачкалинским Анджи вышел в российскую премьер-лигу. Команду уже называют героями. Краевые власти обещают сделать все, чтобы в высшем дивизионе Енисей чувствовал себя комфортно. Виталий Поляков с подробностями. Первые минуты после выездного матча с Анджи. Наш клуб хоть и проиграл 3-4, но по сумме двух встреч Енисей выходит в высшую лигу. Шампанское, эмоции, эти мгновения войдут в историю. Красноярские болельщики ждали триумфа 80 лет. Именно столько существует наш клуб, и впервые он прошел в элиту отечественного футбола. Говорю, что вы фантастическую работу провели, мужики. Просто я искренне благодарю вам. Вы герой, герой. Что сейчас будет твориться в Красноярске, ну уже творится. Несмотря на то, что три часа ночи, вы представляете сами. Мы с НИСЕЯ! Мы с НИСЕЯ! И действительно, самые преданные болельщики НИСЕЯ, те, что смотрели матч с Анджи в развлекательном комплексе «Луч», в три часа ночи высыпали на улицу и еще долго не могли уснуть. Краевое руководство обещает сделать все, чтобы приятных моментов в их жизни было еще больше. Край, получив такой подарок, это сделать все, что он может и не может, для того, чтобы дальше там быть вам было действительно комфортно, и чтобы вы чувствовали себя там уверенно. Это серьезный вызов, мы все прекрасно понимаем, но вы заслужили такого отношения, которое требует действительно эта лига. Болельщики продолжили праздновать уже сегодня. Они нарядили скульптуру Поздеева в шарф символика НИСЕЯ. Доволен победой и блогер Василий Дамов. Усы пока при нем, их он проспорил. В концовке сезона, когда наши стали проигрывать игру за игрой, он и другие болельщики считали, что НИСЕЙ намеренно сливает сезон из-за нехватки финансирования. Василий обещал, что если наши выйдут в РФП, он сбреет усы. И от пари не отказывается. Я же не Павел Грудинин, который значит то да, то нет. Я сказал, я сделаю. Почему это не так страшно? Это просто все из этого раздули хайп. Это же штука очень временная. Сегодня сбрил, там через 10 дней они опять появились. Сегодня официальный твиттер футбольного НИСЕЯ без намеков сообщил владельцу Челси, Роману Абрамовичу, что перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ. Для высшей лиги нужны спонсоры и больший бюджет. Сейчас клуб берет из краевой казны 250 миллионов. Для нормальной игры нужно не меньше 400. У нас куча спортивных команд, которые не показывают никакого результата. Это баскетбольный НИСЕЙ, волейбольный НИСЕЙ мужчины. Я думаю, что можно там провести какую-то оптимизацию и отправить деньги на тех же футболистов, которые результаты зрелища дают. Еще одна проблема – домашняя арена. Игры РФПЛ стартуют в августе, а ремонт центрального стадиона по плану должны завершить в конце октября. Возможно, подрядчик задействует все резервы и успеет раньше срока. Но, вероятно, первые домашние матчи НИСЕю придется играть в соседних городах. Впрочем, у клуба есть несколько возможных сценариев. Мы тоже будем просить календарь на старте сезона проводить на выезде. Столько, сколько это возможно. Понятно, нельзя все сыграть на выезде, но максимально, сколько это будет возможно. И в дальнейшем, соответственно, к этому времени, пока мы получим некую паузу для того, чтобы подготовиться здесь, в Красноярске, принять матчи все-таки дома. НИСЕЙ прилетит в Красноярск завтра в 6.20 утра. Футбольным героям обещают триумфальный прием. Виталий Поляков, Александр Тропин. Новости ТВК. Ну и как подсказывает мне продюсер, блогер Василий Дамов исполнил свое обещание. И мы видим по фотографии издания «Проспект Мира» сбрил усы. Напомню, что он поспорил, что если наш клуб выйдет в российскую премьер-лигу, то он усы сбреет, что и произошло. Эту тему продолжим обсуждать в программе «После новостей». В 20.45 гости Ольги Тепляшиной, спортивные эксперты «Голос» футбольного клуба «Енисей» Санислав Орлов и Денис Петровский, спортивный директор «Енисея». Не пропустить. И к другим темам. Главу Богучанского района Александра Бахтина обвиняют в получении еще одной взятки. На этот раз за помощь предпринимателям в получении подрядов на ремонт. Следственный комитет считает, что в октябре 2016 года Бахтин и руководитель учреждения, муниципальная служба заказчика Артем Сташков, вступили в преступный сговор. Они договорились брать с предпринимателей откаты в размере 10% от суммы контрактов. Эта схема была реализована при ремонте теплосетей в селе Чунаяр. Бахтин с подельников получили 200 тысяч рублей. Эти деньги разделили между собой, считают следователи. Напомню, ранее Бахтина обвинили в получении другой взятки в 1 миллион рублей. Сейчас глава района под арестом Артем Сташков под отпиской о невыезде. И, судя по всему, в Богучанском районе при Бахтине могла действовать настоящая чиновничья ОПГ. Обвинения также предъявлены председателю Богучанского совета депутатов Татьяне Брюхановой. По данным Следственного комитета, она незаконно получила жилищную субсидию по программе переселения Север-Юг. В защиту Бахтина активно выступают депутаты Законодательного собрания Александр Симоновский и Юрий Ефимов. Ранее не назвали обвинения в адрес Бахтина ложными и просили отпустить чиновника из-под ареста. А в среду, 23 мая, смотрите на ТВК большой репортаж Екатерины Лукашенко, Богучанского княжества, новые подробности и новые уголовные дела. Не пропустите в 20.30. Ну и к другим темам. Готовы ли вы, что отопление в вашем доме отключат? Такой опрос неожиданно запустили в официальных группах мэрии в социальных сетях. Голосовать можно всю неделю. Как сегодня рассказали в департаменте городского хозяйства, отопительный сезон в Красноярске завершается только когда средняя температура воздуха в течение пяти суток держится на отметке не ниже 8 градусов. Однако, по прогнозам гидрометцентра, такой температуры в ближайшее время не будет. Поэтому чиновники решили узнать мнение гаража. Насколько красноярцы готовы к отключению отопления, как в домах, так и в социальных учреждениях. Когда тепло исчезнет из домов красноярцев, чиновники решат до конца недели. Эта информация не будет ключевой при принятии решения, но она будет учтена при принятии решения. Позднее завершение отопительного сезона, оно чревато тем, что позже начнутся ремонтные работы, подготовка к новому отопительному сезону. Здесь такое нужно принять взвешенное решение. Проголосовать вы можете в эфире новостей ТВК. Мы прямо сейчас запускаем смс-голосование. Если вы считаете, что нужно сейчас отключить отопление и в итоге сэкономить, отправляйте сообщение на номер 9020 в начале сообщения ТВК, пробелы, цифра 1. Если вы считаете, что для окончания отопительного сезона необходимо все же дождаться тепла, то отправляйте смс с текстом ТВК, пробелы, цифра 2, также на номер 9020. Свои аргументы можете высказывать по телефону 265-45-00. Пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или присылайте свое мнение в Вайбер, Ватсап и Телеграм по номеру 8-923-1-65-45-00. Будет ли это лето жарким и будет ли вообще лето, расскажем во второй части выпуска. Новости ТВК спросили у экспертов, повлияют ли майские холода на урожай и когда можно будет купаться. Ну а прямо сейчас подробный прогноз погоды на неделю на связи со студией специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Иван, добрый вечер. Сегодня днем было достаточно тепло, но говорят, что впереди похолодание. Добрый вечер. Да, это действительно в передней части у нас случился прогрев. В ближайшее время теплые воздушные массы будут замещены на более холодные. Но антициклон, действительно, который определял погоду в первые половины дня, он уже отошел на восток. На его место пришла теплая и передняя часть циклона. В городе вот уже намечаются осадки. Ожидаем, что сегодня ночью, завтра днем вроде сохранится дождливая погода. Ночь будет теплая, около плюс 7. А завтра днем воздух может прогреться до плюс 15 и плюс 17 градусов. Ближе к вечеру осадки прекратятся и по нашей территории ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Сопровождаться он будет порывистым усилением северо-западного ветра, который принесет нам вновь похолодание. В среду в дневные часы уже не выше плюс 12. В четверг ожидается около плюс 10 градусов. Эти дни есть вероятность небольших осадков. А в ночные часы, в связи с тем, что температура воздуха может понижаться до слабо положительных значений, еще есть вероятность, что может пробрасывать мокрый снег. И только с пятницы на юг Сибири начнет поступать прогретый воздух с запада и юго-запада. Да, ожидаем намечения тенденции на потепление. В городе дневной прогрев будет хоть медленно, но растать. Наиболее вероятное значение к концу недели в дневные часы от плюс 15 до плюс 20 градусов. Более ощутимое тепло с прогревом выше плюс 20 ожидается либо с воскресенья, либо с понедельника в зависимости от скорости развития атмосферных процессов. Правда, конец недели будет все таким же пасмурным. Есть вероятность временами кратковременных небольших дождей. И согласно предварительному прогнозу, такое резкое потепление в начале следующей недели может предварять очередное вторжение холодных арктических воздушных масс. Вот так ли это будет, узнаем в следующий понедельник. Илья. Спасибо большое. Это был Иван Гордеев. С оптимистичным прогнозом, что на выходных будет, скорее всего, тепло, но пессимистичным, что, возможно, ненадолго. Ну а мы переходим к теме дорог. Дороги без паспортов и небезопасные пешеходные переходы. Прокуратура внесла представление первому заместителю главы города Владиславу Логинову. В ведомстве установили, 300 магистралей дорог в городе не паспортизированы. То есть не имеют документов о техническом состоянии и характеристиках. Кроме того, 531 пешеходный переход из 880 не отвечает требованиям норм. Если нарушения не будут устранены, то прокуратура готова на судебные меры. Как пояснили новостям ТВК в управлении дорог и благоустройства, сейчас они ищут потенциальных поставщиков, кто бы мог изготовить для дорог паспорта. А пешеходными переходами, по словам чиновников, уже занимаются. На сегодняшний день в рамках программы по оптимизации потоков уже будет решено порядка 17 объектов. Порядка 20 объектов по модернизации пешеходных переходов проходит. Поэтому часть тех замечаний и предписаний, которые были на нас отправлены, мы уже решим в ближайшее время. Напомню, в Красноярске сейчас идет масштабный ремонт дорог. Рабочие уже вышли на 29 объектов из 42 запланированных. Однако для центральной улицы Ленина так и пока не выбрали подрядчика. Сейчас еще идет прием заявок на аукцион. На капитальный ремонт Ленина выделили 162 миллиона рублей. Из них 22 миллиона на замену бордюров и 140 миллионов на дорожное полотно. И уже по традиции не без проблем будут проводить, судя по всему, и ремонт проспекта Мира. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на ремонт главного проспекта города, замену светофоров, уличного освещения, установку знаков и прокладку проводов под землей. Заявки было три, но две из них признали несоответствующими требованиям и в итоге торги признали несостоявшимися. Однако сейчас комиссия проверяет документы этого единственного подрядчика. И если все будет нормально, и он будет соответствовать всем условиям, то с ним заключат договор. Но компанию чиновники пока не называют. Итоги обещали сообщить 25 мая. Тогда же станет известно и кто будет проводить благоустройство проспекта. Укладывать брусчатку и озеленять главную улицу города. Сегодня состоялся аукцион. В итоге победитель опустился в цене на 13 процентов и готов провести работы за 91 миллион рублей. Это дно без 110 500 и 4 раза по 100. Красноярцы обсуждают слоган «Дня города», а авторов заподозрили в плагиате. Праздничные мероприятия под названием «Красноярск без 10 400» пройдут в два этапа. Логотипы на именование праздника вызвали споры и шутки в социальных сетях. Красноярцы нашли сходство с логотипом «Без пяти 300» города Перми, которому в этом году исполнится 295 лет. Авторов логотипа интернет-пользователей обвинили чуть ли не в откровенном воровстве. Корожа недоумевает, как красноярский мэр Сергей Еремин мог согласовать такой эскиз. В городском управлении культуры говорят, похожесть двух слоганов – это только совпадение. В основу хронологии событий города Красноярска в виде циферблата появился образ концепции «Без 10 400». Схожий принцип названий – это совпадение. Идея была сформулирована еще в начале года. Похож только слоган. А концепция принципиально другая, чем в городе Перми. А что, Титов, через две минуты рекламы в новостях ТВК расскажем, что ответил бизнес-омбудсмен на обвинение, что он выборочно защищает бизнесменов. А через семь минут наполним условия розыгрыша 24 квадратных метров от телекомпании ТВК и итоговый розыгрыш планшета от нашей телекомпании. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Замминистра в защитнике прав предпринимателей. Сегодня в гражданской ассамблее бизнесмены рассматривали кандидатуры на должность уполномоченную по защите прав бизнесменов в Красноярском крае. На заседании озвучили свои программы Сергей Русских, действующий уполномоченный из 2015 года, и Андрей Первухин, замминистра экономического развития и инвестиционной политики края. В итоге, по результатам тайного голосования, бизнесмены выбрали Первухина. Его кандидатуру они предложат Минэкономразвитию. После согласовать должен губернатор края и бизнес-омбудсмен Борис Титов. А утверждать уполномоченного будут депутаты законодательного собрания края. Отмечу срок полномочий Сергея Русских заканчивается через месяц. Гражданская ассамблея должна услышать мнение предпринимательского сообщества и рекомендовать губернатору кандидатуру на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. Такую процедуру проводили три года назад. Срок заканчивается у уполномоченного по Красноярскому краю. А новости ТВК сегодня получили ответ от уполномоченного при президенте по правам предпринимателей Бориса Титова. Напомню, в мае бизнес-омбудсмен приостановил снос 22 павильонов в Красноярске, в том числе на улицах Перенсона и Винбаума. А остальные 32 павильона, которые мэрия также намерена снести, омбудсмен оставил без внимания. Новости ТВК узнали, как формировался список сохраняемых торговых объектов. В список объектов, снос которых приостановлен предписанием уполномоченного, вошли объекты, отвечавшие двум условиям. Срок обжалования уведомления об их сносе не истек. Владельцы оперативно предоставили необходимую информацию, договоры, материалы переписки с властями. Возможность приостановки дополнительного списка объектов в настоящее время изучается. При этом в числе 22 павильонов, снос которых приостановили, есть и объекты, которые принадлежат супруге Сергея Русских, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. В пресс-службе уполномоченного при президенте по правам предпринимателей говорят, в этом конфликта интересов нет, ведь Борису Титову предпринимательница не жена, а отказ защищать права предпринимателей жены русских являлся бы дискриминацией. Поздняя весна в Красноярске наступит летом. Синоптики рассказали, ждать жары в июне не стоит, а последние звонки школьники приведут, скорее всего, в куртках и пальто. Отразится ли холодная весна на урожае, когда начнется купальный сезон, сегодня выясняла Алена Крашениникова. Ну, обычно где-то до 20-го числа, ну, максимум 21-го, мы высаживали картошку. Вот у нас есть некоторые разработанные участки. Огурцы мы высаживали еще раньше в теплице, они у нас уже всходили. А сейчас из посадок только рядок морковки и зеленый лук – это все, что удалось высадить на грядки из-за погоды, рассказывает дачница Любовь Филиппова. Мерзлая почва еще не готова ни к овощам, ни к ее любимым цветам, которые уже начали зацветать, правда, дома, на балконе. На балконе до сих пор находятся все помидоры, цветы в доме, этого очень много. И для того, чтобы их сохранить, даже балкон, приходится на ночь открывать настижь, чтобы с комнаты шло тепло. Ну, я думаю, что урожай, конечно, будет пониже немножечко. Специалисты рассказывают урожая, и правда, может быть меньше. Сейчас листья на деревьях, особенно плодоносных, распускаются с трудом. Если же в ближайшее время еще слегка подморозит, есть вероятность и вовсе остаться без фруктов и ягод. Конечно, если опять в июне ударят вдруг заморозки, и в июне выпадет снег, да, мы тогда все испугаемся, потому что, во-первых, уже будут листики на наших плодовых деревьях, да, и почки формироваться, и все это, вот это, да, это может замерзнуть. Если заморозки будут вот как в том году, да, то мы можем остаться без ягод. Но в гидромедцентре успокаивают тепло, в город все-таки придет уже в эти выходные, однако конец месяца будет дождливым. Прохладным будет и первый месяц лета, на жару рассчитывать не стоит. К июне, да, мы можем ожидать температуру 20 градусов, но пока трудно сказать, насколько она будет стабильна, то есть, насколько будет температурный фон держаться. Ну вот с купальным сезоном, как и с сезоном посадок, тоже красноярцам придется повременить официально. Купальный сезон открывается 1 июня, однако плавать в это время еще нельзя. Специалисты говорят, для того, чтобы вода прогрелась в закрытых водоемах, нужна стабильно плюсовая температура, как днем, так и ночью. А вот Енисей вода вообще не прогревается, поэтому ориентироваться придется исключительно на свои ощущения. Алена Крашенинкова, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Можно ли в такую погоду завершать отопительный сезон? Над этим сейчас думают городские власти и предлагают красноярцам проголосовать. Сделать это можно в группе «Город Красноярск ВКонтакте» или прямо сейчас в прямом эфире новостей ТВК, отправив смс-сообщение на номер 90-20. Если вы уже сейчас готовы к холодным батареям, отправляйте сообщение с текстом «ТВК, пробелы цифра 1» на номер 90-20. Если вы считаете, что отключать отопление еще рано, то отправляйте смс на номер 90-20 с текстом «ТВК, пробелы цифра 2». А вот как сейчас голосуют красноярцы, к этой минуте 14% наших зрителей предлагают завершить отопительный сезон, а 86% считают, что нужно еще подождать. А вот чтобы не страшны были холода и была крыша над головой, уже к 2025-30 годам депутат Госдумы от ЛДПР предложил выдавать ипотеку россиянам с 14 лет. Своё предложение он направил в Министерство строительства и ЖКХ России. Уже позже представитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки вряд ли пойдут на такой риск, чтобы выдавать ипотечный кредит лицам без стабильного дохода. Ну и понятно, что инициатива носит больше популистский характер. В ночных новостях «ТВК» сегодня в 23.00 расскажем, со скольки лет и под какой процент сейчас дают ипотеку в России и в других странах, а с вами обсудим, насколько ипотека доступна для вас. Нужно ли, на ваш взгляд, понижать возраст заемщика и как необходимо совершенствовать ипотечные программы? Пишите на наш смс-сервис 9020 или в нашей группе ВКонтакте, а также присылайте сообщения на любой из мессенджеров вайбер, ватсап или телеграм по номеру 8-923-165-45-00. Ваши сообщения прочитаем в прямом эфире в 23.00. Пятый счастливчик забрал свой планшет от «ТВК». Напомню, в честь дня рождения телекомпании мы дарим зрителям 5 айпадов и главный приз – 24 квадратных метра в новостройке. На этот раз победителем оказался Дмитрий Ухванов из Октябрьского района. Он работает инженером. Дмитрий правильно ответил на вопрос, сколько лет Ольга Тепляшна работает ведущей новостей «ТВК». Правильный ответ – 21 год. По словам победителя конкурса, выигранный планшет очень пригодится в его большой семье. Сначала даже не поверил неожиданно, но я надеялся, что мне это должно повезти. Настрой был положительный. Я думаю, я надаю применение. У меня есть дети, есть супруга, которые будут им пользоваться на людях со мной. Сегодня мы разыграли пятый и последний планшет, но у вас есть возможность выиграть главный приз – 24 квадратных метра жилья в новостройке. Розыгрыш пройдет 24 мая. Напоминаю правила. Первое – нужно заполнить анкету на сайте tvk6.ru. Второе – смотреть новости «ТВК». Главное – следить за рубрикой «ТВК-24». В ней мы рассказываем об истории телекомпании. Ну а подарки разыгрывают в новом утре. Ведущие достают анкеты из Куба, звонят и задают вопрос участнику. Ответ на него как раз в рубрике «ТВК-24». Она выйдет в эфир накануне розыгрыша, в среду 23 мая. Главный подарок получит телезритель, который правильно ответит. Около тысячи красноярцев приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег». Самые спортивные бежали 21 километр – 100 метров. Начинающие преодолели дистанцию в 10,5 километров. Родители с грудничками вышли на старт двух километров. Все участники получили памятные медали. Главная особенность этого мероприятия – «Забег» начался одномоментно в 15 городах страны. По Владивостоке, Новосибирске, Москве, Севастополе и других крупных центрах. В Красноярске дистанцию преодолел в числе прочих и мэр Сергей Еремин. Он особо похвалил горожан, которые вышли на старт, несмотря на прохладную погоду. «Красноярск демонстрирует, как всегда, что мы современный, динамичный, неравнодушный, активный город и бежим со всей страной. Вот показывали кадры на видеороликах, там ребята в шортах, в очках, там солнце и так далее. Прикиньте, какие мы сибирские крепыши, поэтому все очень круто». «Я спортом занимаюсь практически каждый день. Без этого уже жить не могу, это часть моей жизни, поэтому, мне кажется, давно на себя сделал вывод, что есть три главных составляющих – это работа, семья и спорт. Вот стараюсь как-то балансировать между всем этим. Если с утра зарядку не сделал, то день уже как-то идет не так». В столице края стартовал проект «Красноярск неравнодушный». Его цель – помочь жителям своими руками, сделать город лучше. Начался проект современного движения плогинга, когда горожане, к примеру, выходя на пробежку, собирают мусор. Следующим шагом стало озеленение. Где в этом году будут высаживать деревья, расскажет Софья Питеркина. «Тонкая струйка воды, тонкая». Около женской консультации на Коломенской 26 скоро зацветут рябины. Врачи вместе с обычными горожанами вышли сажать деревья около больницы. «Мы сажаем очень красивые деревья, которые будут радовать потом горожан. Это и бины, и липы, и чайомухи, и яблони. Они будут свисти, потому что наши замечательные доктора, медсестры будут за ними ухаживать и радовать наших пациентов. Мы хотим, чтобы наш город был красивый и зеленый». Саженцы привезли из сада Всеволода Крутовского, а помогать сажать их приехал его правнук. «Вот он такие растения и садил. А мы продолжаем его дело, как бы выращиваем посадочный материал. Благое дело, как бы, делаем. Хотел, чтобы правильно все было сделано, чтобы деревья прижились». К слову, сажали деревья не только на Коломенской, но и на улице Тимошенкова. Там к акции «Красноярск неравнодушны» присоединился депутат городского совета Константин Сенченко. «Люди вот сами вышли сегодня, вот вместе мы садим эти деревья. И более того, за каждым деревом у нас будет человек, который за ним будет следить, из местных жителей. То есть люди вот в этой аллее заинтересованы, они ей горят, они ее просили, поэтому я уверен, что выживаемость деревьев будет очень высокая. Это очень важно, не только деревья посадить, но и сохранить». А на прошлой неделе мэр города вместе с жителями Солнечного высадили в микрорайоне более ста деревьев. «Всего в этом году за счет средств городского бюджета будет высажено 12 тысяч крупномерных деревьев во всех районах города». Софья Питеркина, Владимир Антонов, Новости ТВК. После рекламы в новостях ТВК подведем предварительные итоги СМС-голосования. Вы за продолжение отопительного сезона или против? И обсудим эту тему вместе с вами. А через три минуты расскажем, насколько изменились доходы жителей края и на что жители живут. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Директором филармонии назначили москвича Евгения Стадушного. Такое решение приняла конкурсная комиссия Министерства культуры края. С 2007 года он занимал должность замдиректора в Государственном камерном оркестре «Виртуозы Москвы». Напомню, ранее в филармонии руководила Юлия Кулакова. Ее уволили в декабре 2017 года. Кулакова подозревают в хищении 12 миллионов рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Вспышка в двигателе около трех часов в небе при неисправном самолете. Самолет, летевший из Вьетнама в Барнаул, прервал взлет из-за отказа в двигателе. Пассажирам пришлось несколько часов сеять в местном аэропорту и ждать альтернативный борт. Рейс выполняла авиакомпания «Азур Эйр». Чартерный самолет вылетел вовремя, однако спустя несколько минут пассажиры услышали хлопки в двигателе. В итоге рейс развернули обратно. Оказалось, что на борту отказал левый двигатель. Как выяснилось, это не первый подобный случай у авиакомпании. Пассажиры, летевшие во Вьетнам из Красноярска 5 мая, столкнулись с подобным. Рейс также развернули обратно в Красноярск, где самолет совершил вынужденную посадку. Самолет набирал высоту, наверное, больше часа. И очень медленно это все происходило. И те, кто сидели, пассажиры, которые сидели возле левого двигателя, возле левого крыла, они потом нам рассказали о том, что они видели яркую вспышку в двигателе. Был хлопок, яркая вспышка. И потом после этого даже искрило еще какое-то время из двигателя. Мы примерно до Абакана долетели, час возвращались. И потом вырабатывали топливо над Красноярском еще около трех часов. Итого мы где-то в небе четыре с половиной часа над Красноярском провели. В авиакомпании «Азурэр» новостям ТВК рассказали, что эти два случая никак не связаны. Полет осуществляли два разных воздушных судна. Во время полета из Вьетнама в Барнаул произошла неисправность одного из трех бортовых генераторов. Это не снижает уровень безопасности, подчеркнули в авиакомпании. Во время красноярского рейса произошел пумпаж. Это неправильный поток воздуха через турбину. Стали снизить риски, экипаж принял решение вернуться. Насколько сократились доходы у жителей края, а также где запретили долевое строительство. Подробнее об этом в нашей рубрике «Новости коротко». Доходы сократились, об этом говорят данные статистиков. У жителей Красноярского края уменьшились денежные доходы на 0,6%. Сейчас эта сумма составляет 27 853 рубля в месяц. По данным статистиков, самая многочисленная категория населения граждан имеет доход от 27 до 45 тысяч рублей на человека. И на сумму менее 7 тысяч рублей умудряется выживать почти 6% краевого населения. А вот долевое строительство на «Металлургов-51» в Красноярске запретила прокуратура. В ведомстве установили, что у компании-застройщика не было разрешения на строительство. А советский районный суд запретил строителям привлекать деньги дольщиков. Застройщику также запретили рекламировать свои услуги. Сейчас также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора компании-застройщика. Вторая волна комплектования детских садов начинается в Красноярске. Во время первого этапа места получили более 10 тысяч малышей. Однако, как пояснили в Управлении образования, во время первой волны очень много родителей отказываются от мест. Их дети возвращаются в очередь, и, следовательно, другие откатываются назад. Вторая волна продолжится до 1 сентября. До укомплектовка садиков будет проводиться еженедельно. А в новостях ТВК продолжается СМС-голосование, когда нужно отключить отопление. Если вы уже сейчас готовы к холодным батареям, отправляйте на номер 9020 сообщение с текстом ТВК пробелы цифры 1. Если же вы считаете, что отключать отопление рано, то присылайте СМС ТВК пробелы цифру 2 на тот же номер. И вот прямо сейчас мы видим, что число тех, кто готов немного померзнуть, растет. За отключение отопления прямо сейчас 21% наших зрителей, 79% против. Эту тему обсудим с вами буквально через пару минут. Это новость ТВК. Мы продолжаем. Напомню, что сегодня вместе с вами мы обсуждаем, стоит ли уже завершать отопительный сезон, или нужно еще подождать, пока идет тепло. У нас идет СМС-голосование, итоги мы подведем чуть позже. Ну а прямо сейчас ваше мнение. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Я согласна на отключение, потому что мы отапливаем улицу. У нас у всех форточки открыты. И отапливаем улицу. Но, конечно, желательно бы, чтобы сейчас пока холодно не отключали горячую воду. А отопление я согласна отключить. Я вижу форточки, и у меня открыта форточка, и батареи отключены. И в соседей также форточки все открыты. Но ведь если отключать отопление, то отключать отопление и в социальных учреждениях тоже. В детских садах, школах, больницах. Там-то готовы? Как вы думаете? Я думаю, тоже там жарко. Я вот лежала в больнице, батареи отключены были. В краевой. Спасибо большое за ваше мнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем ваше мнение. Мир Петич, меня зовут. Да я думаю, что в кирпичных домах можно будет в понедельник, допустим, отключить. Но в этих вот бетонных коробках, как только отключается отопление, особенно вот первые этажи, холодильник. Самый настоящий холодильник. Потому что бетон не прогревается за день, так как кирпич. И не держит тепло. Ну а учитывая, что бетонных домов у нас все-таки больше, чем кирпичных, все-таки подождать стоит. Спасибо большое за ваше мнение. Сейчас узнаем, какого мнения придерживаются пользователи социальных сетей и те, кто отправил смс-сообщение. Виктория Столярова анализировала ваше мнение. Вик, два звонка. Спорное мнение. Что в соцсетях? Ну, Илья, комментариев в соцсетях много. И в основном большинство мнений о том, что отключать отопление сейчас нельзя. Нужно смотреть, что происходит за окном и какова сейчас погода. Вот что пишут люди. Смотреть нужно по погоде. Естественно, если на улице холодно, то о чем вообще можно говорить? Если у нас снег в мае, о каком отключении речь вообще? Есть такое мнение. Если даже батареи перекрыты, тепло идет от стояка. Если совсем отрубят, то мы вымерзнем, как мамонты. Ночи еще холодные, пишут нам телезрители. Отопление надо отключать, когда воздух хорошо прогреется. Хватит экономить на здоровье людей. Ну что ж, вот такие мнения. Спасибо большое. Ну пока, слава богу, никто не экономит. У нас есть еще два телефонных звонка. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да, слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сумбаева Ирина Евгеньевна, хочу просто сказать, я все понимаю. Например, я считаю, что надо выборочно. Социальные, например, объекты, такие как больницы, школы, садики, конечно, не отключать это, естественно. Я, например, живу с мамой по улице Мичурина, квартира двухкомнатная, 60 квадратов, маме 83 года, у меня батареи все отключены давным-давно. Но стояков таких грандиозных тоже нет, все, стены замурованы. Но видите, в чем проблема, невозможно. Вы знаете, ну, у меня 83 года мама, и она как у меня, как ребенок, то есть по теплообмену. Ей всегда холодно. Будем так говорить, нам абсолютно комфортно. Ну, если бы, спасибо, спасибо большое, если было возможно отключить в домах и не отключать в социальных объектах, это была бы одна история. У нас есть еще один телефонный звонок, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, я считаю, что еще рано отключать. Нужно подождать пока, пока будет. То есть, думаете, если что, замерзнем? Ну, скорее так, ну, понемножечку греет. А так вот, больше холодно, то вообще, думаю, прохладно. Спасибо большое за ваше мнение. Необходимо отметить, кстати, что голосование продолжается и в группе, официальной группе мэрии. Там результат сейчас 31% за то, чтобы прекратить отопительный сон, 69% за то, чтобы все оставить как есть. Что касается голосования в новостях ТВК, сейчас мы увидим финальные цифры. Итак, сейчас предлагают отличить 18%, 82% предлагают отопительный сезон оставить. Что ж, мэрию никто не заставлял такое голосование проводить. Поэтому, судя по всему, отопительный сезон в Красноярске будет продолжаться. Прямо сейчас немного полезной информации, но не переключайтесь, потому что сразу после. Программа «После новостей» с героями этого дня. Футбольной командой «Енисей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова